Славянский район присоединился к краевой природоохранной акции «Чистые берега, чистая вода». Активистов экологического субботника наградили грамотами Министерства природных ресурсов. Подробности в следующем материале выпуска. Этот уголок дикой природы мы снимали не где-то в плавнях, а в самом центре города, на озере в Северном парке. Для того, чтобы сохранить уникальную флору и фауну кубанских водоемов, уже второй год в нашем крае по инициативе Министерства природных ресурсов проводится природоохранная акция «Чистые берега, чистая вода». Тема экологии в крае сегодня одна из ключевых тем, еще потому, что 2017 год объявлен Годом экологии в России. В связи с чем нам всем необходимо обратить внимание общества к проблемам сохранения водных ресурсов, улучшения санитарного состояния водных объектов и, что важно, повысить уровень экологической культуры населения. Мы предлагаем всем объединиться в борьбе за чистую природу. И только вместе мы добьемся успеха. Акцию поддержали во всех муниципалитетах края, в том числе и в Славянском районе. Активистами, волонтерами, студентами и просто неравнодушными жителями. В течение всего года убирали с берега не только озеро, но и реки-протоки Славянских плавней. Сегодня в целом по городу везде проходят такие мероприятия. На водоемах работы свои довольны. Считаем, что каждый гражданин, каждый житель Славянского района должен принимать участие в таких мероприятиях. Потому что мы здесь живем, здесь живут наши дети, родители. Нам приятно отдыхать в чистом городе. Славянский район одним из первых присоединился к природоохранной акции. Активистов экологического движения наградили грамотами Министерства природных ресурсов края. Хотели бы выразить всем огромное спасибо за неравнодушное участие в этой акции. И хотели бы наградить активных участников. Награждаем заместителя и руководителя поселенного округа муниципального противного учреждения общественно-социального центра Славянского городского поселения Славянский район Пищенко Александр Николаевич. Награждаем. Спасибо вам большое. В числе награжденных и воспитанница станции юных натуралистов Мария Гелиева. В течение учебного года девочка изучала химический состав воды озера в Северном парке. Выводы к которым пришла юная исследовательница. Озеро, впрочем, как и вся природа, способны к самоочищению и восстановлению. Главная задача человека – помочь природе выздороветь. Жизнь на планете развивалась и зародилась в воде. Цивилизации возникли на берегах рек и озер и морей и других водных объектов. Наша акция «Чистые берега, чистая вода» сама по себе не решит проблему загрязнения вод, но она покажет хороший пример гражданам. За время проведения акции «Чистые берега, чистая вода» силами Министерства природных ресурсов края, администрации муниципальных образований, общественных организаций, образовательных учреждений, а также людей с активной гражданской позицией на прибрежных территориях кубанских водоемов было собрано и вывезено более 250 тонн мусора. Анна Монастыренко, Сергей Тимовский, программа «События».